всем привет дорогие друзья вы находится на канале запасами как сад александр и сегодня мы с вами посмотрим на игру от юбисофт новая игра под названием юбисофт экстреншенс как-то так она называется в общем она поддерживает cross play то есть неважно по платформе вы играете вы сможете сыграть с вашими друзьями даже если они играют на отлично от вашей платформы что еще замечательно что я буду тестировать эту игру на xbox серия с с но я ее не покупал потому что эта игра самого начала старта своих так сказать продаж существование но не завроде она платная как бы потому что она находится в геймпассе маловероятно что она просто бесплатная по моно в геймпассе находится я точно не смотрел просто увидел скачал решил записать и затестировать в общем посмотрим как она работает на эске лаги фрезы подлагивания может быть какое-то мальцо не мальцо некачественная текстура общем будем смотреть в каком разрешении идет игра кстати хочу сказать что сейчас я уже записываю геймплей со своего нового монитора 2к разрешения 32 диагональ ну понятное дело что яска в принципе 120 fps нигде не выдаст поэтому здесь вроде бы 60 единственное что режимов по настройке графики нету здесь как видите только яркость можно регулировать то есть качество еще что-то нельзя выбрать скорее всего того что здесь cross play есть и как минимум 60 кадров секунд должен быть у всех есть быстрая игра есть разведаны какие-то давайте наверно быстро игру хотя смотрите здесь есть нью-йорк это играть как я понял быстро играет и выбираешь случайную игру то есть ты присоединяешься вообще к случайному бою кстати вот эта игра мне почему-то когда я скачал когда я прошел тренировку очень сильно напомнило такое ощущение что это будет похоже на black ford или как так называется та игра которая от left edge выходила вот от этих разработчиков новая я тоже как-то ее записывал вот очень сильно похоже то есть что-то подобное будет единственное что здесь есть много оперативников открыты сначала вот эти которые у нас сейчас есть давид жил слэйдж и это все оперативники с радуги поэтому кто играет активно будет знаком своими оперативниками прогресс есть какой-то плюс мы можем открывать и боты различные устройства дополнительные кодекс это вообще не понятно что это я здесь просто я еще не смотрел особо эту игру как можем увидеть сразу есть магазины до магазины есть предметы в магазине есть и что самое интересное монеты такие же кстати также обозначается таким же значком как по-моему и в радуги но и суть важно вообще наша задача поиграть нью-йорк дать и нью-йорк по порядку начнем быстрая игра так быстро игра я надеюсь что я с кем-нибудь сыграю принципе у нас crossplay включен примерно время подбора 16 секунд что очень интересно что секунду быстро хотя нужно не забывать что это же crossplay по ровно 16 а нет хотел сказать ровно 16 секунд и сразу запуск пошел нет она вы кстати до запуска уровень угрозы умеренной спасение выкрыть объект 1000 очков опыта защитить взрывные устройства полторы тысячи захватить несколько зон две тысячи очков опыта понятно так риск союзе и надеюсь меня слышать не будут хотя с другой стороны этот микрофон который как с бокс подключен отключен здесь можно выбирать понятное дело что она кстати некоторые играют смотрите мы вдвоем с xbox играем и паренек с юбисофт connect то есть он играет с пк не знаю у нее что-то мне какая-то штурмовочка алиби тоже что-то подобное она по-моему финка может быть и здоровье давай до выброс адреналина давайте вот это время кстати самое прикольное что мне показалось что все вот эти вот гриды которые сейчас установлены и расцветка это с как раз таки с игры с радуги все осталось здесь по вообще ничего нельзя сделать а как подтвердить что так типа я готов а вот подтвердить выбор то есть еще побыстрее по идее должно пойти да да то есть когда все готовы бы быстрее пойдет дело но прорисовка качественная то есть опять же у меня 32 диагональ для 2 к это многие говорили мне но в частности серьезно говорил что это довольно много избыточная то есть будет примерно выглядит так же как у меня флэшди на 24 или на 27 но выглядит все шикарно реально детализация прямо радует потому что я например играл в тот же самый rdr он же с xbox one с идет там ниже чем full hd поверьте мне там может быть 900 пиа и если не и и чти вообще качество радует что эта игра полностью а я думаю сейчас предоставочный ролик будет красиво так извиняюсь друзья кашель такой кашель на пути капсуле нужно защищать объект на пути капсуле нужно защищать объект тут никого нету здесь ух ты как быстро вся обращается домой семья будет рада ух ты гася он черт живой а как он остался живой но звуки такие же то есть вообще в один в один все окей хорошо то есть по факту это же получается чисто пв пве до задания вот мне всегда везет как только начиная запись все сразу то кашель появляется то еще что-то а здесь вообще ничего нет окей вообще какие то данные но чуть не понял что это ладно последний приказ отменен иди туда так подожди а смысле убежище а почему убежище а здесь как бы блоками идет задание то есть сначала мы спасаем этого человечка потом идем дальше на задание интересно но мне кажется что на эске full hd работает с другой стороны возможно и 2к потому что лесенки у меня даже есть в меню но и археев помогают врагу адаптироваться и восстановить пантерь вот такая экосистема нужно найти узлы что так чуть-чуть ребятишки на гнездо 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 зачистили руки на самом деле не совсем понятно вообще в чем фишка этого этой игры типа просто задание выполнять хотя с другой стороны я могу сказать что так прикольно конечно покачать оперативников папа проходить опять же здесь все так проходит как-то на скрытный что ли на стелс такой то есть нет прям то какого-то адреналин нужно ходить нужно ходить к этим заданием да короче по этим заданием ходишь все нормально для чего усиление вообще эти есть на картах все ходят защитите заряды защищаем себя и заряды убейте мою цель у Охренеть. Устранить свою цель. Устранить свою цель. Воу-воу-воу-воу. Археи подбираются к зарядам. К батаку. Заряжаем. Включаем маскировку. Ведем к объекту. Охренеть. Так, а здесь кто? Так, адреналин пошел, ребятушки. Убейте мою цель. Ну, так здесь уже по интересе начинается. Здесь, конечно, автонаводочка лютая. Перезаряжаю. Судят не по словам, а по делам. Все, да? Узлы уничтожены. Отлично. Паразитам шутки плохи. И следующее. То есть здесь, получается, из трех этапов. Тут есть боеприпасы. У меня 423 патрончиков. Перезаряжаю. Надеюсь, что интересно. Беру патроны. Надеюсь, что интересно будет, нет? Очки зарабатываю. Короче, ладно, все, давайте. Побежала. Хотя, ребята, особо тоже не спешат. Твои методы работают. Продолжай. Лекарства здесь. Ну, так, в принципе, единственное, что... Подожди, как... Идем в другую часть зоны. Вот уже нечего искать. А как смотреть? А-а-а. Все понятно. Иди вон туда. Последний приказ отменен. Смени позицию. Надо было с собой водичку брать. Наверное. Как плохо, когда болеешь. Что-то записывать. Все понял. А, то есть каждому нужно отметиться, что ли? Нужно срочно идти в убежище. Шиво к моей позиции. А, то есть всем. Отмечаться нужно. Ты же одета. А, вот. Не, ну, как мы можем судить, в принципе, по качеству картинки все довольно интересно. Учитывая, что у нас как бы эско, а не икс. Достойно. Получается, на миссию сколько дается? Минут, наверное, уже 10 играми, да? Иди туда. Перезаряжаем. Иди вон туда. Нет указаний. Включаю. Какой вот эти ульи уничтожать полезно тем, что из них потом не вылазит новое противнику. Так, сейчас водички попьем все-таки. Устраните мою цель. И пойдем дальше. Включим излучатель, чтобы фиксировать синаптические импульсы. Убейте мою цель первой. Убейте мою цель. Убейте мою цель. уничтожает соблюд а еще таковать могут мою мое они 7 дети поле откуда не путь Убейте мою цель первой. Так. Так, у нас боезапас. Бросаем дымовую. Ой-ой-ой, вот они. Надо уничтожать их. Типа блок-лоп вообще сложно пробить. А у меня здоровья вообще мало осталось. Чего? У меня 10 здоровья осталось. Охренеть. Мне бы какую-нибудь аптечку, что-то я даже не заметил, что у меня здоровье там уже не болеет. Бросать ее, конечно, люто. Воу-воу, тихо-тихо. Ой-ой-ой. Мне же могут здесь убить. Или нет? А может и нет. Так, что здесь вообще? Типа эвакуироваться можно. То есть можно даже в момент миссии, если ты понимаешь, что ты уже как бы умираешь. Как я понял, можно эвакуироваться. Заряжу! Я применила азиналит. Сменю магазин. А он не лечит, походу. Он просто дает заряд чуть побольше здоровья, и все. Бег, свои, не стрелять! А ладно, ладно. Перезаряжает. Ну, так, блин, без аптечек херово. Тут даже не отображается, где зеркчих можно взять. А что нельзя надеть область запуска? Блядь, 10. Очень сложно. Без здоровья, конечно. Но сейчас ты понимаешь, что можешь рипнуться вообще с любого. Блядь. Заряжай, не позиция. Это минотипо. Можно так получить. Чуть-чуть стрелять. Тоже работать, я бы так сказал. Почти все. Велос, это что вообще? Все данные собраны. Коро мы разберемся в этих аномалиях. Ага. Вообще отлично. Включаю маскировку. О-о-о-о, нет. О, сука. Поднимите, ребят, ребят. Перезаряжаю. Ага. Спасибо. Интересно, а сколько здоровья сейчас будет у меня? Блядь. Так же, 10 или побольше? Да, блядь, а что? А, опять их. Душе 65, вообще отлично. А тебе эвакуация вообще? Здесь, типа, она? Ух ты. Уху, детика, грозно. Сетель. А, вообще ништяк. Стазец это, типа, а что, смерть? Не, ну так, конечно, прикольно, прикольно. Мне кажется, что это, знаете, не, как часть, знаете, по заданиям, по очереди, да, пройти там и записать ролики еще можно там, но, не знаю, мне кажется, что это лучше всего со своей командой играть. Чтобы прям прикольно было. Четыре с половиной, шесть, шесть 150, отлично. Убийство, тактика, здоровье. Красавчик, больше всего оставил. Ну, это первая моя игра. Ну, кстати, вот мы с ним, по-моему, играем впервые, потому что у него 0,00, а вот у него третий вот этот уровень был. Видите, у нас. Тут первый раз. Нифига себе, 11000, ше, плюс 90, отлично. Меню. Так, подтвердить. Не, ну так неплохо, согласитесь. Я не знаю, как вам, как бы, но мне понравилось в целом. Игрушечка, то есть, поиграть, конечно, можно. Довольно интересно. Тут еще новый вид награды, финка. А, ну вот, снижен до 60 секунд. Отлично, камуфляж, тарп. Далее. Опыт еще качается, кстати. Не, ну, много, посмотрите, много всяких наград, то есть, прокачивает. А, тут посмотрите. А, вон это что. То есть, после каждого оперативника, видите, здесь не в срою. Задача трудна, но мы ее решили. То есть, он сейчас, а этот оперативник будет восстанавливаться. А, вон как она здесь. То есть, типа, если мы проходим максимально качественно, да, то есть, там, вообще здоровье, сохраняя свое, тогда получается, как бы, все отлично. Но здесь лучше всего тогда будет открыть дока. Потому что, точнее, нет, док. Где же док есть? Нет, вообще. А, да, док вообще открыт. То есть, можно пополнять здоровье себе. То есть, под конец боя, там, по-быстрому чик-чик захилился, захилился, чтобы он остался. То есть, получается, расходуем здоровье, потом нужно будет ждать, пока она восстановится. Ну, да. Мне интересно, а есть какие-то усиления, чтобы можно было как-то ее, грубо говоря, там, активировать, чтобы она дальше пошла? Работать. В общем, будем смотреть. А, ну да, вот аптечка, видите, вот я сейчас аптечку. Видите, создать. Нет, броня. То есть, это можно создать, и это, грубо говоря, у тебя будет, походу. То есть, ты можешь брать это как снаряжение и пополнить. В общем, друзья, а всем огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, что игрушечка вас заинтересовала, потому что меня заинтересовала. Ну, она примерно так же, как и вот эта вот, которая мы вначале говорили, да, про зомбиков, которая есть, игра. Но эта игра, она отличается более, знаете, тактикой, стелсом, потому что там, по факту, ты просто бежишь, на тебе бежит целая толпа разъяренных вот этих зомби, там, вот этих всех монстров, и те просто тупо нужно убивать, и все, как мясо. Здесь же нужно действовать по тактике, потому что, как видели, да, вот я не законтролил здоровье, бегал, просто не смотрел особо здоровьем, и под конец меня, как бы, нокнули. То есть, здесь, как бы, на это тоже нужно обращать внимание, и это нужно учитывать. Поэтому в эту игру, наверное, буду я играть, будем смотреть. Довольно интересно, плюсы, графика уже знакомая, FPS хорошая, благов нету, все прикольно сделано. Ну, графика своеобразная здесь, понятное дело, что не прям такая вау. То есть, такая же, как и в Радуге. Ну, в общем, любителям Радуги точно зайдет эта игра, потому что я помню, вот эта вот операция отдельно была с этим названием. Она была офигенная, я еще за эту операцию в Радуге получил на Ашу, короче, специально такой легендарный какой-то скинчик, за то, что я прошел эту операцию. И разработчики вдохновились, что в эту операцию играло очень много людей, и они, соответственно, выпустили уже по этой операции отдельную игру во вселенной Радуги. Это очень радует. Единственное, что смущает, что здесь нет как бы как таковых PvP, но с другой стороны, PvP это у нас есть Радуга для этого. То есть, здесь чисто PvE игра. То есть, вы играете с своими товарищами против ботов. С другой стороны, когда мы, например, ну 7% одна миссия, то есть, по факту, эту игру можно будет полностью пройти за... Ну, грубо говоря, там, не знаю, часов за 20, да, за 30 максимум, наверное. А дальше что делать, неизвестно. То есть, возможно, я так полагаю, что будут добавляться новые... Просто новые вот эти вот будут миссии добавляться. С другой стороны, мы не знаем, что протокол, вихрь, там, как здесь вообще... Вот остальные миссии, да, насколько они обширные будут. Потому что, возможно, они прямо очень большие будут. Возможно, будут дополнения какие-то, выходи бесплатные. То есть, если это все будет расширяться, будет добавляться постоянно контент, то, конечно, да, в эту игру можно будет поигрывать и наслаждаться игрой. Потому что мне понравилось. Не знаю, как вам, в общем, пишите ваши впечатления. Всем спасибо за просмотр. Обязательно с вас подписка, лайк, комментарий. И пишите, в какие игры еще поиграть на Xbox Series S. Всем до встречи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok